Привет, меня зовут Сымар, за камерой у нас Фрам. Сегодня мы приехали в город Йонгон. И прежде чем показать город, я хочу показать одну очень интересную штуку. Я видел много странных инженерных решений, но такое... В общем, это душ. Да, он прям над дверью, это душ. Он никак не поворачивается, не меняется, он просто есть. Спасибо, хотя бы есть. И в комнате есть окно, для Йонгона это... Вау, в комнате есть окно, два окна. Внезапно центр Йонгон напомнил Петербург. Широкие проспекты, европейская архитектура, книжные развалы везде. Красиво, стильно, интересно. Правда, стоит отойти от всего на одну улицу, и начинается типичная Мьянма. Сказал я порцию супа. Это порция супа. Мне нравится порция. Стоит это порция... Полтора доллара. А пока я сидел, кушал свой супчик, за окно учился дождь. И не просто дождь, настоящий топический ливень. Он прошел всего, может быть, полчаса, но в результате этого затопило половину Йонгона. На улицах было по колено воды. Все плыло. Из конституционных люков бежали тараканы и крысы. В общем, было очень весело. Теперь о тур-местах Йонгона. В Йонгоне есть костел Святой Марии, очень красивый, европейского стиля. Есть центральная площадь со ступой Сулли, которая не больше, чем просто ступа. И без главной замечательности Йонгона ступы Шведдагон. По легенде, храмовый комплекс Шведдагон начал строиться еще в 588 году до нашей эры. И сейчас в нем содержится четыре главных буддийских эриквии. Это зуб Будды, волос Будды, отчеток ноги Будды и кусочек одеяния Будды. Это очень большой, очень красивый комплекс, который ежедневно посещает дофигища человек. И даже если ты не знаком с буддизмом, в нем есть что посмотреть. Если верить легендам, то здесь хранится зуб Будды. И если учитываешь, что отчеток ноги Будды где-то пол мета в длину, то зуб, наверное, занимает большую часть этого, этой шкатулочки. Вокруг центральной ступы стоят Будды каждого из дней недели, которых в Мьянме, кстати, восемь. И чтобы очистить карму, рекомендуется полить своего Будду. Полить его нужно столько раз, сколько тебе лет. Чем, собственно, фрам сейчас и занимается. Перед вылетом из Мьянма у нас очень интересный квест. Багаж стоит почти столько же, сколько билет до Сингапура. Поэтому мы один рюкзак сдаем багаж, а один сдаем ключную кладь. Поэтому сейчас все перепаковывается, переупаковывается, чтобы влезть по весу и по объему. И квест тот тот еще. О, Янбун, ну все, какие помидорные. Вот мы-то приехали в самолет, и мы сейчас приедем в Сингапур. Подписывайтесь на канал, увидимся в Сингапуре.